В их обсуждении участники коллегии познакомились с тем, как работают образовательные учреждения в Ноябрьском. Одним из мест посещения стала первая гимназия. Это первое учреждение в городе, которое перешло на обучение в одну смену. Кроме того, гимназия уже не раз входила в 500 лучших образовательных учреждений России. Гимназия одна из первых стала работать с реестрами затруднений учащихся и педагогов, а это сегодня тема нашей коллегии. Это управление качеством образования на основе оценочных процедур. Воплотить в жизнь мечты, которые ранее казались несбыточными, ноябрьцы в канун Нового года смогут исполнить желания детей. Город присоединится к акции «Теплый день». Для этого необходимо зайти на сайт акции, выбрать город, а затем отметить предмет, который вы можете приобрести и подарить. Чаще всего ребята просят игрушки, телефоны, одежду. За три года существования акции меценатами стали более двух тысяч человек. Они помогли полутора тысячам юных ямальцев, чьи мечты не в силах осуществить родители. Есть и таковые, конечно, есть. В ноябрьске в этом году планируют осчастливить больше 50 ребят. Принимать подарки будут в бизнес-инкубаторе. В Салихарде сегодня завершился первый международный арктический медицинский форум. Два дня медики обсуждали актуальные вопросы в сфере здравоохранения, посещали тематические секции, стендовые доклады, фото-выставки, островки здоровья, форсайт-лабораторию и выставку медоборудования. Медиафорум посетили врачи Центральной городской больницы и станции скорой помощи. В их числе Вадим Феоктистов. О его необычном таланте на окружном уровне узнали после выхода в эфир материала телеканала «Ноябрьск-24». Молодой врач не только посетил многие площадки форума в качестве слушателя, но и дал небольшой концерт для коллег. Он сыграл на Волынке. Жители «Ноябрьска» смогут посмотреть еще больше сериалов. Компания «Ростелеком» подготовила для своих абонентов подборку теленовелл. Теперь можно не переживать, если пропустишь очередную серию. Новые возможности для зрителей открывает интерактивное ТВ. Интриги великих домов, сотни разнохарактерных персонажей, история, в которой нет очевидного добра и зла. Игры престолов завоевали сердца тысяч поклонников по всему миру. Александр, в их числе молодой человек, досматривает седьмой сезон, при этом то и дело возвращаясь к любимым эпизодам из предыдущих частей. У меня есть очень хорошая функция, такая как управление просмотром. То есть я могу взять любой момент сериала, который я хочу, например, пересмотреть, либо посмотреть на героя еще раз и, соответственно, его отмотать. И в записи я смогу это все сделать неограниченное количество раз. Любители долгоиграющего жанра в этом сезоне ждет множество пример. «Ростелеком» создал специальное предложение как для новых, так и для действующих абонентов интерактивного ТВ. Клиенты ведущего интернет-провайдера страны могут подключить пакет больше сериалов. Уникальность его в том, что доступ ко всем премьерам бесплатно в течение 45 дней. И более того, все эти серии можно смотреть в любое удобное для вас время, не привязываясь к эфирному времени. В каталоге сериалов от «Ростелеком» не только современные хиты, но и бестселлеры прошлых лет. «Твинпикс» безусловно лидер. Этот сериал из 90-х популярен до сих пор. Но что делать? Искать ответ на вопрос, кто убил Лору Палмер? Восхищаться решениями императрицы Екатерины Великой в исполнении актрисы Марины Александровой? Или погружаться в расследование секретных материалов? Каждый зритель решает сам. Каждая девушка должна посмотреть «Текст в большом городе». А вот друзья, друзья нужно смотреть тем, кто учит английский. С английскими субтитрами, потому что все видели на русском, смотришь на английском, все сразу учишь. Сериалы смотреть некогда, но если есть такая возможность, то какие-нибудь, которые легкие, которые в следующей серии не повторяются, то есть друг за другом не идут. То есть хоть и сериал, но такие, которые можно за один час посмотрел и все. Современные сервисы «Ростелеком» делают просмотр сериала интересным и удобным. Благодаря им можно не только посмотреть серию в любое время, но и записать понравившийся момент. Ну а качественная картинка и звук, а также высокая скорость передачи изображения обеспечена всем пользователям интерактивного ТВ. Через несколько минут прогноз погоды и рубрика «Происшествия». Оставайтесь с нами. Колбаса вяленая и копченая, мясные рулеты из птицы, свинины или говядины, сосиски, сардельки и еще множество мясной продукции. Все это готово предложить жителям Ноябрьска белорусская ярмарка. Она вновь распахнула свои двери для горожан. Наш продукт, он востребован, потому что до сих пор Белоруссия производит качество ГОСТ-71 года. Там нет в сырах, допустим, нет никакого ни пальмового масла, ни е-консервантов в колбасах. То есть кушаешь действительно мясную, хорошую, вкусную продукцию. У нас есть колбаса-рецептура, которая 1936 года. В которой только свинина, говядина, яйцо, молоко. Все. У белорусской ярмарки в Ноябрьске есть уже свои постоянные покупатели. Люди убедились сами, здесь самые вкусные цены, а главное все только из натуральных продуктов. Это 45 видов сыров, более 50 разновидностей конфет и других сладостей. И несколько десятков сортов меда. А еще больше 100 видов мясной продукции. Ну вот, допустим, королева Марго, вот шикарный это самое. Сыр, колбаса, вот любую, любую взять. Что ветчину, что это самое, сало. Посмотрите, какое сало красивое. Разве где-то есть такое сало? Посмотрите, какое сало красивое. Красивое. То есть все качественное. Вот даже посмотрите на вот эту корейку, гурдинку. Посмотрите, она какая качественная. С простойкой мяса, янтарная. Вот она шикарнейшая. Вот вообще. И везде вот.